Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Имена Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной прогремели на всю страну после скандала с наследством Алексея Баталова. Наследники артиста пытаются через суд доказать, что супруги обокрали их. Громкое дело о наследстве Алексея Баталова до сих пор не подошло к концу. Обвиняемые в краже имущества юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина отрицают свою вину. Вот только несколько дней назад их нотариус Дмитрий Бублий частично сознался в мошеннических схемах, чем только усугубил и без того непростое положение скандально известных супругов. Как оказалось, Бублий в принципе не гнушается участвовать в темных делах. Экспертам удалось установить, что нотариус причастен к другой неприятной истории. Ранее сотрудница МГУ Ольга Нищая оказалась жертвой мошенников, лишившись двух квартир в Москве. За сделки с имуществом Нищей отвечала нотариальная контора Бублия. Учитывая все обстоятельства, с Ольгой попытались связаться, но безуспешно. По ее адресу никто не открыл дверь. Квартиру в итоге пришлось вскрывать полиции. Она же и обнаружила труп Нищей. Родственницы покойной женщины в разговоре со следователями рассказали, что несколько лет назад Ольгу уже хоронили, забрав все имущество. Близким Нищей тогда предлагали 2,5 миллиона рублей. Однако Нищая быстро нашлась и отстояла свое имущество. Однако та история не прошла для сотрудницы МГУ бесследно. Она начала опасаться за свою жизнь и боялась общаться с кем-либо. В студии программы «Пусть говорят» эксперты отметили, что и в деле потерявшей квартиры и найденной мертвой Ольги Нищей, и в ситуации с украденным наследством Баталова замешан Дмитрий Бублий. Сейчас нотариус уже является фигурантом дела о пропаже имущества звезды отечественного кинематографа. При сложившихся обстоятельствах Бублий рискует потерять работу. Если есть один выговор за прошлые дела, он может получить и второй, и тогда его лишат лицензии нотариуса, заявил эксперт в эфире шоу «Пусть говорят». Как бы ни сложилась дальнейшая судьба попавшего в переплет Бублия, его действия в прошлом и недавнее признание негативно сказались на и без того подмоченной репутации Дрожиной и Цивина. После скандала с наследниками Алексея Баталова, они и так уже стали нерукопожатными персонами для многих представителей отечественного шоу-бизнеса. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.